Вот Галентин, кто скажет по поводу записи? Ну? Что тебе меняют? 12 суток, пить не дают, когда тайство отсланили, защитникам теперь лекают. Тебе 15 суток дали? 12. Мне руку сейчас ломают, наручники у меня на руках. Вот, посмотрите, берем, не знаю, я их не видел. Я объявляю голодовку. Это судилище, погальное судилище. Как стряпали дело, как судили, как заслуживали. Ну что скажете тебе, а? А? Ну что скажете? Уважаемый, пока. Ну что это вдруг? Ну что это вдруг? Да у вас есть разрешение. Мне тоже надо. Субтитры сделал DimaTorzok Вадим Короев, Константин Алтухов, парк, Денис Кулагов, РЕН-ТВ Пришли на участок возле первого отдела полиции, чтобы дать интервью. На тот момент участок не имел кадастрового учета и пропускного режима. Мучкин Сергей Васильевич, начальник первого отдела полиции Раменс, из экспертного заключения, что уровень лечевой культуры средний. Словарный запас характеризуется как ограниченный, манера речи несколько развязная. Выключите, пожалуйста, съемку. Попрошу сейчас съемку здесь прекратить. Я вам, представитель компании РЕН-ТВ, зовут меня. Спасибо, пожалуйста. Вы сейчас обязаны территорию. Александр, пригласи сотрудников. Покиньте, пожалуйста, либо территорию, либо вы сейчас будете подвергнуты... Подвергнуты доставлению в отдел. Доставление в отдел, по-какому сказать. На основании того, что вы сейчас снимаете, а это противозаконно. Противозаконно? Да, я вас тут разговариваю. А закон-то какой? Закон, разговаривайте сейчас. Вот это ваш голос или нет? Это отдел по какому основанию? А с каких пор? С каких пор? С каких пор? Предупредил о том... Гражданин Мучкин. С каких пор? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Прекратите, пожалуйста, в отдел. Руки, я говорю, уберите. С каких пор? Руки уберите, гражданин Мучкин. Припроводите в отдел. Гражданин Мучкин. С каких пор? Скажите мне, пожалуйста. Оставьте покой человека. Прекратите, пожалуйста, съемки. Не съемки, пригласите. Выходите, пожалуйста. Я пойду, пойду. Я иду. Обороте! Оставьте, вы человеку. Вы зачем? Вы не видите документы. В отдел. Я взяла карта. У Bridge của газет на тайну! Ты видишь! Убирайтеfrom тэн пислот! эшни. Экет. Экет. С個 врагов. Экет. Пойди. Экет. Экет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас якобы будет произведен досмотр с понятыми, которые есть в протоколе досмотра Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дебя трессуют, а я ничего не нарушу Субтитры создавал DimaTorzok Дебя трессуют, а я ничего не нарушил то что снимали мы тоже снимали но мы не нарушили ништяк как-то я сказал ребята если вы хотите чтобы я ушел вы меня должны вынести и положить на выходе да я лягу прошу принести палатку туристическую спальный мешок и буду здесь у вас жить пока вы мне не вернете мои вещи в уме изъяли сколько вот это во время вот до сего момент они отдавали мне доните первые четыре часа значит они мне первые четыре часа они мне пытались составлять документы так как будто я поеду в суд а последующее время сколько меня не было последующие несколько часов мне пытались меня пытались мы сказали уходи ты свободен но вот вещи мы твои тебе не вернем придешь за ним в суд я приду но сейчас но в итоге знаешь что у Константина тоже так же вещи забрали и не вернули до сих пор то есть они сейчас находятся здесь а где Константин? да 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 говорю давай 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 ты сейчас в суде находится а его в суд отправили? нет мы тебя там ждали мы думали тебя в суд я понял думаете да а он сможет на машине передвигаться ему хотя бы нет ему не вернули ни ключи ничего капец я настоял чтобы ему не вернули то есть они хотят чтобы он за ней пришел в суд а у меня вообще стоимость у меня изъят планшебник да а что еще изъят? ключ от машины капец подожди а каким образом? ключ от квартиры тоже изъят? нет ключ от квартиры находится в машине я здесь деньги и телефон а второй телефон лежит здесь и ты позвонить не можешь денег нет да и выключение от квартиры вещи только по рассмотрению начальника я лучше прокомментирую потому что он знаком уже с этими оборотнями видных не один раз и прекрасно находит точки соприкосновения и они его понимают лучше чем не надо заявления были написаны ждем начальника который примет решение какие-то вещи вернуть или не вернуть вот сказали только подъедет начальник и нас позовут и пока попросили покинуть помещение все талоны кустом мы получили заявление зарегистрировали до этого времени получается человеку жить в палатке заявление о хищении вещей у Констатина и заявление о том что мы выдали копию протокол задержания копию протоколов по остановлению и административного ареста копию протоколов копию протокола по статистике у нас делал по 19-е ждем начальник подается нельзя подавать потому что у них в канцелярии работают до 6 месяцев Выдадут вещи-то? Выдадут. А когда? Прямо сейчас, если он пойдет с нами. Сюда. То есть вам в суде выдали? А телефон среди вещей был? С диктофоном, нет? 22 сентября 2016 года судья Алладин продолжил практику судьи Голошева. Вот. Еще листали лиц консультант по помощи закрытого режима объекта. Не смогу ничего найти такого. Судья Алладин вынес постановление о виновности в отсутствии Коровины Алтухова и назначил штраф по 1000 рублей. А чтобы не так страшно было, опять нагнали полицейских в качестве подставных слушателей и автоматчиков в зале и в здании суда. Константин Алтухов, паркман, выиграл дело в Мособл суде. Его оправдали за отсутствием доказательств его вины. Константин уже подал иск против Мучкина. Мучкин с Голошевой по сей день остается на своих должностях.